В Севастополе дадим слово? Валерий Николаевич Юрин, генерал-лейтенант в отставке, сопредседатель регионального отделения в Севастополе. Пожалуйста. Владимир Владимирович, прежде всего, большое вам спасибо за то, что вы действительно сделали праздник для севастопольцев, Крым и для всей России, возвратив Крым России. А особое большое спасибо от всего Черноморского флота, что вы выписали его из коммунальной квартиры и прописали в собственной. Это очень здорово. Я вам скажу, что севастопольцы приложат все силы для того, чтобы как можно быстрее интегрироваться и сделать все возможное, чтобы экономически развиться, чтобы не быть дотационными. Так и будет. В Севастополе тоже хороший очень потенциал. Мы обсуждали это и с руководством Севастополя, и с руководством Крыма. Вчера только и с полпредом встречался, и с Сергеем Валерьевичем Аксеновым. В ближайшее время с руководителем Севастополя, с Чалом повидаемся, поговорим по этим проблемам. Хороший очень потенциал. И я бы хотел присоединиться, знаете, к словам благодарности и крымчанам, и севастопольцам за ту позицию, которую они заняли. Более того, я хочу вам сказать, что решения-то мною были приняты окончательно, и после того, как стало ясно настроение людей. Мы ведь не готовились к такому развитию событий. И, откровенно говоря, можно было себе представить, как люди настроены. Но мы этого достоверно не знали. И только после проведения первых социологических опросов, которые мы провели, прямо скажу, скрытно, но достаточно они были близки, эти цифры, к реалиям. Стало ясно окончательно, что нами линия поведения выбрана правильно. Но первый социологический опрос показал, что за присоединение к России около 80% населения выступает. А в Крыму в целом, а в Севастополе еще больше. Ну, а на референдуме, когда уже процесс начал развиваться, ну, так обычно всегда бывает, это число возросло еще почти до 97%, 93%. Это, конечно, такое удивительное показатель. Но все это произошло благодаря вашей позиции. Спасибо. Ну что, давайте перейдем к фронтовой. Это скучная повестка. Давайте. Я к чему это сказал? Потому что, если бы мы не знали такую позицию, мы бы так не действовали, как действовали. Вот так, последовательно, настойчивая жизнь. Против всех войнных, традиционных стран. Ну да. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.